Всем привет! С вами Ольга Фоса и новости соцсетей. Давайте посмотрим, чем живут волгоградцы в интернете, что обсуждают, над чем спорят, о чем восхищаются. Начнем мы, как всегда, с наших волгоградских звезд. Альбина Джанабаева поделилась в своем профиле инстаграм фотографией с вечера, который был организован очень известным издательством. Певица отметила также волшебную атмосферу и греческие танцы. Все верно, наша волгоградка может, да еще как. Давайте посмотрим. Альбина Джанабаева поделилась в своем профиле инстаграме. Вадим Верник, который является главным редактором издания. Да и наряд девушки в греческом стиле, видимо, подобран не случайно для такого отчасти тематического вечера. Пока наступление весны подзатянулось, некоторые не ходят ждать так долго и отправляются сразу в лето, как наш фигурист Евгений Плющенко. Волгоградец поделился фотографией с сыном и подпись «В жаркие края». Олимпийский чемпион отдыхает на одном из Мальдивских островов, но некоторые заметили, что Евгений немного грустный и настоятельно просит его уже начать отдыхать. Надеемся, что Евгений скоро полностью восстановится и вернется обратно в Россию полным сил и энергии. С приходом весны и актриса Елена Старостина вынесла определенную яркость в свои великолепные танцы на пилоне. Смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Елена уточнила, что может позволить себе быть яркой цветущей бабочкой. Так и до шоу программы «Недалеко». Вы нас постоянно удивляете. Ждем от вас еще больше зажигательных видео. В одном из местных пабликов выложили пост с фотографией дома, который находится по улице Тарощанцев 32. С шуточным заголовком «Стабильность» немного отклеилась. И написали некоторые пояснения. Кстати, всего год после капремонта. И тут же задали следующий вопрос. А ты платишь за капремонт? Ответы последовали разные. Чей-то ответ положительный, но добавлен в комментарии, что, видимо, зря. А кто-то и вовсе не платит. А некоторые, не скрывая, заявляют – это законное обворовывание населения. Все в курсе. А кто-то с сарказмом написал, что, в принципе, качественно. Жители города уже привыкли к такому положению вещей. А возмущаться, наверное, уже просто нет сил, поскольку бессмысленно. В одном из волгоградских пабликов опубликовали статистику и выяснилось, что по итогам 2018 года Волгоградская область заняла 57 место по стране по показателям миграции населения. Наш регион покинуло 3767 человек. Волгоградцы начали активно обсуждать эту тему. И многие подхватили, что и правильно делают. И кто-то шутит, кто последний будет уезжать с Волгограда, пожалуйста, выключите свет на железнодорожном вокзале. Но нашлись и те, кто, наоборот, из других городов переехали в Волгоград. Да что там говорить, в Волгограде их хлеб по-особенному возят. В одном из местных пабликов один из пользователей сети поделился наблюдателем фото, где на одной из улиц нашего города едет фургон с открытой дверцей, будто проветривает буханки хлеба, которые можно разглядеть внутри на полках. Этим наших местных жителей тоже не удивишь. Сихорам говорят, что так будет как раз-таки вкуснее. Ох, и люблю я волгоградцев за то, как с юмором они воспринимают реалии нашего города. А сейчас мы посмотрим на новости в социальных сетях, которые происходят за пределами Волгограда. Среди православных россиян стало меньше соблюдающих посты. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Чаще всего Великий пост россияне ассоциируют для себя с окрашиванием яиц на Пасху. Также под постом был опубликован опрос, в котором поучаствовало около 28 тысяч человек. И выяснилось, что пост держит всего лишь около 4% опрошенных. Но некоторые и аргументировали свой выбор, что верить – это не значит, что нужно соблюдать посты. Больше за человека говорят его поступки. А некоторые предполагают, что в скором времени у всех будет вечный пост, потому как денег на еду просто-напросто не станет хватать. В самом холодном штате США нашли способ, как спасти людей от морозов и непогоды. Для этого здание в центре города Миннеаполис связали теплыми надземными переходами, по которым можно ходить в футболке даже зимой. Давайте посмотрим. Зима, понимаете, здесь в Миннесоте не существует для них. Они все ходят в рубашках, все ходят в кофтах. Зима, понимаете, здесь в Миннесоте не существует. Очень круто придумано. Не знаю, как вам, но думаю, что необходимо признать. Было бы очень здорово, если бы и у нас были подобные переходы. На этом сегодня все. Подписывайтесь на страничку телеканала «Волгоград-1» в социальных сетях и присылайте нам свои новости, которые кажутся вам интересными. А я, Ольга Фосс, с удовольствием расскажу о них в эфире. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok